МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. В Нижнем Новгороде открылся форум породненных городов Брикс. В Нижегородской области открылся единый диспетчерский центр скорой помощи. В Нижнем Новгороде на федеральном уровне обсудили правовое регулирование лесных отношений. Нижегородский волонтер Дмитрий Пырков отвозит в зону СВО гуманитарные грузы. Ярко, громко и эффектно даже в деловую повестку Нижний Новгород вырывается впечатляющим шоу. Здесь флаги стран Брикс во главе с председателем объединения этого года России. Представители 45 регионов Российской Федерации и 9 зарубежных стран приняли участие в форуме продненных городов и муниципальных образований стран Брикс, гостеприимной площадкой для которых стала Академия Маяк. Нижний Новгород достоин проведения такого рода мероприятий. Встречи международные на высшем уровне, министерские встречи – это важный элемент дипломатического протокольного, если хотите, взаимодействия. Но реальные дела, реальное взаимодействие, которое выражается в том, что каждый гражданин наших стран может пощупать руками, это то, что реализуется между регионами, между муниципалитетами, между городами. Форум продненных городов и муниципальных образований стран Брикс стал площадкой для подписания пяти документов о сотрудничестве. Я благодарю за доверие Юрия Владимировича, за то, что мы действительно документально сегодня закрепили нашу в дальнейшем определенную дорожную карту, где мы будем работать, делиться опытом. Наш город небольшой и относительно Нижнего Новгорода. Но для нас, что важно, конечно, для Нефтекамска – это посмотреть ту историческую часть, как город развивался, как в условиях большого культурного фонда развивается сегодня в современной России. Брикс – это наша самая, наверное, динамично развивающаяся международная организация с практическими кейсами, с практическими проектами совместного сотрудничества, в том числе на уровне муниципалитетов. Подписание открывает новые возможности для развития двусторонних отношений. Мы ведем с начала этого года переговоры с одним из городов штата Сан-Паула, Бразилии, как раз о взаимодействии, так как у нас, опять же, наши предприятия сегодня очень активно взаимодействуют в Бразилии. И здесь те города, которые сегодня, с кем у нас заключены соглашения, конкретно в Держинске, в противстве мы со всеми с ними общаемся. А всего месяц назад в Нижнем Новгороде прошла встреча министров иностранных дел стран Брикс – одно из наиболее важных мероприятий, которое проводится в 2024 году в России под эгидой председательства нашей страны. Визит делегаций из 20 стран во главе с руководителями дипломатических ведомств наглядно показывает статус нашего региона, а сам город заслужил самой высокой оценки за организацию и проведение форума. Служба информации Юлия Короткова, Ренат Бекбаев. Анна Войтенко работает в диспетчерской службе скорой помощи 18 лет. Трудится в графике сутки через трое, в среднем в смену принимает около 300 обращений. Здесь ответственность в том, чтобы слушать больного, правильно определить повод вызова, то есть значение вызова, соответственно, бессознание, температура, они же все на категории делятся, и не упустить ни один вызов. Чтобы ни один вызов не остался без внимания и был обработан по стандарту, в Нижнем Новгороде создали единый диспетчерский центр скорой помощи. Теперь звонки пациентов со всей Нижегородской области по номерам 103, 03 и 112 стекаются сюда. Специалисты принимают вызовы, обрабатывают их и оперативно передают бригадам. Кроме того, теперь квалифицированные врачи могут оказать помощь по телефону. У нас есть единый дистанционный консультативный центр, где работают кардиологи, где работают педиатры. Мы можем своевременно проконсультировать еще до этапа госпитализации, до приезда бригады. В летнее время в центр в среднем поступает 3,5 тысячи обращений в сутки. Их обрабатывают 16 диспетчеров. Кроме того, есть специалисты, которые следят за передвижением бригад по системе ГЛОНАСС, а также анализируют, насколько быстро и эффективно медики оказывают помощь. Но добраться до места быстро и действительно помочь можно только на хорошем современном транспорте. Для этого в регионе обновляют парк автомобилей скорой помощи. В этот раз он пополнился на 52 машины. Из них 26 направились в Нижний Новгород, другие 26 – в муниципальные медицинские учреждения. В последнее время мы видим, что и правительство Российской Федерации, и наша региона обновляет парк скорых помощи. И сравнить, допустим, что 10 лет назад у нас ходили машины 10-летние, сейчас вот с поступлением этих еще 4 машин на Павловский район, у нас 8 бригад, 6 в Павлово, одна в Ворсме, одна в Тумбутин. То есть у нас все машины моложе 5 лет. Новый транспорт приобрели на средства регионального бюджета. И это тот случай, когда конкретные суммы идут на обеспечение по-настоящему бесценных вещей. Служба информации Елизавета Виноградова, Максим Веселов. Новый транспорт приобрели на средства регионального бюджета. Фондом, введение государственного лесного реестра, реализация закона о лесной амнистии, а также отдельных аспектов земельно-имущественных отношений. Кроме того, в рамках встречи организована выставка техники лесного хозяйства. Мы специально собираем и региональные власти, лесные региональные власти, и бизнес, чтобы люди могли вместе спестить, поработать. И те сложности, те камни-покновения, которые есть в любой системе взаимодействия, решить снять в мощном хорошем формате. Нижегородская область по всероссийскому рейтингу эффективность исполнения передних полномочий за 2023 год заняла третье место среди всех субъектов Российской Федерации. И надо сказать, что у нас в регионе отмечена очень эффективная работа в области использования лесов, лесовосстановления, активно строится работа по охране лесов от пожаров, защите леса. На должном уровне решается вопрос цифрализации лесного хозяйства. Перед очередной поездкой в ЛНР волонтер Дмитрий Пырков встретился с Екатериной Прониной. Оба потеряли на своего близкого. Дмитрий – боевого товарища, Екатерина – любящего мужа. Речь о Михаиле Пронине с позывным «Горький». Служил в Сирии в Центральной Африканской Республике. Дмитрий Пырков познакомился с ним в 2015-м Донбассе в подразделении спецназа «Патриот». Это бронежилет и каска моего лучшего друга Пронина Михаила, кавалера Ордена Мужества, посмертная. Погиб 1 августа 2023 года на Артемовском направлении. Он был командиром отделения, младшим сержантом. В память о нем я хочу совершить поездку. Новую территорию России Дмитрий прекрасно знает. Был штурмовиком ДНР, бойцом разведроты Народной милиции ОНР. Вот там выше, на высотных мы стояли, дачный поселок, Обозная называется. И я там стоял на наблюдательном пункте, записывали данные. Да ладно, вот он, Северский Донецк. Болонтер везет гуманитарный груз, коробки с БПЛА, строительные материалы, инструменты. Все то, что необходимо на фронте. Взаимодействие с регионом выстраивается очень просто. Мы региону своему родному отправляем заявку. Регион в кратчайшие сроки старается ее реализовать для наших нужд. Самая главная наша потребность – это беспилотные летательные аппараты, которые наш регион нам выделил. Спасибо всем неравнодушным жителям нашей области Нижегородской. Отдельное спасибо губернатору Глебу Никитину. В качестве волонтеров выступает активный нижегородцы. Дмитрий Пырков – яркий пример. В 55-й школе, где он работает, провел соревнования в честь боевого товарища. Я передаю письма бойцам на фронт от детей школы 55 города Нижний Новгород. Огромное вам спасибо. Это действительно немаловажно для наших бойцов, потому что ребята, когда читают эти письма, причем до слез, для них это как глоток воздуха, как дома побывали. Координацией поставок занимается Дом народного единства. С начала специальной военной операции было обработано более полутора тысяч заявок от войсковых частей, доставлено свыше четырех тысяч тонн гуманитарной помощи, приобретено и направлено более двухсот автомобилей. Служба информации Никита Григорьев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!